Слушай, ну, я там вчера звонил, да, по поводу этих систем, вот, и мысли там у меня, которые по поводу платформ, да, экономических платформ, вот, но кроме экономических, есть еще вот функции социальные, когда мы говорим в целом про систему, вот, и есть функция вот безопасности, я, я сейчас, дай мне пару минут объяснить. Я вот посмотрел на события, да, смотрю разных там аналитиков, которые там говорят, что будут изменения, там грядут изменения, правда, непонятно, то ли будет, то ли нет, вот, и вот эти изменения, там, люди, там, выводят людей, там, молодежь, чтобы там что-нибудь покричать и сделать там медиа-контент на том, как прижимают людей, ну, арестовывают, там, все такое. Это борьба, борьба за власть. Так вот, я посмотрел то, что людей, их бросают, ну, как беззащитных котят, да, то есть, вот, котят вывели, и этих котят начинают бить. Вот, это на видео снимают и потом везде показывают, вот, смотрите, котят у нас бьют. Ну, типа, плохо, вот, значит, власть такая плохая. А в ответ сделать ничего не могут. А, значит, власть ее никто никогда не дает. Власть всегда берут. Инструменты, как сказать, взятия власти, они разные. Ну, то есть, первое, это, конечно, связь, как там, почта, телеграф, вот. Ну, как или иначе, связь, коммуникации, экономические, да, вот. Ну, и самое главное, это, собственно, кто это делать будет, это применение силы, применение насилия. Это силовики. Вот. Теперь вопрос, как силовиков на свою сторону. Ну, на это есть методика, да, то есть, когда изменение власти. Методика ненасильственной. То есть, когда силовики бьют, вот, но чем больше людей, то есть, скажем, 100 тысяч выходит, вернее, как там, 100 человек выйдет, их побьют, там, 1000 выйдет, их тоже побьют, а когда выйдет, там, 100 тысяч, то их уже не будут бить, а к ним присоединят. Вот. Значит, существует цифра, там, Соловей называл, от 50 до 200 тысяч, когда уже не будет смысла их бить, а будет смысл к ним присоединиться. Ну, в Москве имеется, в центре Москвы. По, значит, объемам, которые могут переварить, это примерно полторы тысячи задержанных. Больше, чем полторы тысячи переварить не могут никак. А, значит, ну ладно. Ну, так вот, по безопасности, значит, система в целом, система в целом, она начинается с того, что права собственности. То есть, центральным элементом, вокруг чего вообще все крутится, это собственность. Из собственности вытекает право на принятие решений, собственно, это власть. И право на перераспределение ресурсов, да. Это, собственно, вот это экономические блага. Получается, у нас там две таких крупных кипостаси, ради которых люди борются. И в чем, собственно, основной интерес? Это, собственно, власть и ресурсы. Под это дело, я думаю, что нам необходимо сформировать определенную модель, вот, картину и план действий по переходу из текущей ситуации в некое светлое будущее. В этом светлом будущем, по идее, как бы принципы справедливости. Я смотрю, рассматриваю разные течения, да, то есть, как лучше, как хуже. И для российского сегмента, русского, я так понял, пришел к выводу, что лучше всего приживается именно то, что справедливо. Справедливость – это такая штука, которая объективно хрен померить. вот, это лишь настроение людей. Ну, то есть, скажем, порят там рабочих, да, справедливо. Но с другой стороны, там, не знаю, убили маленького ребенка – это несправедливо. Это чувство, ощущение людей, которые, по большей части, ну, можно там, голосованием или опроса общественного мнения. В принципе, оно, наверное, правильно так. Но есть принципы экономической справедливости – это равенство. Есть равенство равноправия, и есть равенство в сторону равенства доходов. Несколько я смотрю, кстати, либертарианцы, да, там, либеральные либертарианцы, они, в общем, тоже говорят про равенство, как ни удивительно, потому что сейчас достигли такого уровня, что слишком большое неравенство между сверхдоходами богатых и очень много нищих. Вот, и это несправедливо, это плохо. И даже со стороны либертарианцев, которые вот полностью за свободу, да, ну, и тем более, там, со стороны коммунистов, социалистов, да. Короче, модель, которую я предлагаю, она, давай так, вот состоит, в целом, модель системы, да, социоэкономической, там, целиковой, состоит из нескольких сфер. Вот, по Карлу Марксу есть четыре сферы. Собственно, экономика, управление, ну, политика, социальная и духовная. Вот, с другой стороны есть, там, короче, тоже мыслители, которые делят, значит, природа, человек, общество и что-то там еще, а, технологии. Тоже четыре сферы, ну, другие, названия другие. Я на всю вот эту систему смотрю с точки зрения Маркса и Энгельса. На мой взгляд, они, ну, ладно, я сам не читал, да, ну, из того, что я там слушаю. Мне кажется, они наиболее объективны. Значит, они говорят о том, что есть классификация людей и разделяют на всех людей на разные группы. Кстати, вот есть книжка Кролла «Теория касты-роли». Он тоже рассматривает там, есть касты, есть роли, да, у людей. То есть это определенная классификация. Классификация Маркса и Энгельса, она была сделана по правам собственности. Вот, где разделяются те, у кого собственность есть, и те, у кого ее нет. Ну, так грубо. Вот, понятно, что там есть буржуа, это те, у кого есть и рабочие, ну, или пролетариат, те, у кого собственности нет. Но среди буржуа и среди рабочих тоже там много разных классов, да, получается. Вот, и тут возникает граница, кто собственно правда может называться пролетариатом, кто собственно там не то, не сё, а кто вот прям буржуины такие там, империалисты, да, такие жирные коты. Вот, значит, классификация, классификация с разных этих, значит, наверное, имеет смысл договориться в каких категориях, в каких сферах там будем вести там речь, да, и модель строить. Вот, ну, в принципе, на как эту сущность, да, можно смотреть с разных сторон. Вот, каждый будет видеть своё, своё отражение, ну, там, со своей стороны. Ну, в целом мы говорим про одно и то же. Я думаю, что сейчас ситуация такая, что, ну, в России, да, я про Россию, что власть сейчас принадлежит силовикам, в большей части. Вот, и, ну, власть, и собственность, они, как сказать, позволяют баранам шерсти нарастить, да, сколько-то, после чего приходят и сбривают эту шерсть вместе с мясом и навляют. Значит, ну, есть название там, когда власть силовиков. Я думаю, что это не, не очень хорошо позволяет развивать вообще. И тут, опять же, учение Маркса и Энгельса о том, что классовая борьба и отчуждение. То есть, у, ну, теряется мотивация просто навсегда. То есть, зачем что-то делать, если оно тебе не принадлежит? То есть, если ты с этого ничего не заработаешь, тебя только поимеют. Ну, и суть. Вот. Те, кто это понимает, они, понятно, быстро здесь зарабатывают и быстренько сохраняют капиталы других, более спокойных юрисдикций. Вот для того, чтобы это поменять, необходимо продумать вопросы собственности, вопросы безопасности, вопросы перераспределения ресурсов. Вот. Ну, и социальную сферу тоже. Потому что социальная сфера – это люди, вот. А люди, они очень важны, потому что это основное средство производства. Угу. Вот. Ну, и это, как сказать, с точки зрения государства – это бараны, которые приносят шею. Угу. Вот как-то так. Так, ты, я, по-моему, высказался? Угу. Да? Да. Ага. Вопрос просто уточняющий. Значит, определить масштаб, то есть пока Россия, правильно я так понимаю? Да. Значит, я смотрел сначала в целом про мир. И я пришел к выводу, к пониманию о том, что культуры разные. И когда мы предлагаем систему, то она завязана на культурные коды, так сказать. Ну, то есть на те обычаи, которые приняты в том или ином обществе. Так вот, есть там крупно западный мир, ну, Европа, Америка, Австралия. Есть азиатский мир, там, Китай, Япония, да, там, Сингапур и Корея. Вот. А есть русский мир, вот, куда Болгария, Украина, Беларусь, Казахстан. Вот, вот эти культурные коды, которые у нас, они по большей части строятся по справедливости. И у нас вопросы личного достоинства, человеческого достоинства, ценятся выше, чем права собственности. Вот, это отличие. Поэтому рассматриваю пока русский. Ну, про русскую. Россию, правильно? Ну, да. Так, и, как я тебя понял, это мы рассматриваем систему управления, по сути, обществом, по сути, стороной, правильно? Как я тебя понял. Да, про страну даже, может, чуть побольше. То есть я бы брал союзное государство, где именно культура, особенности культуры. То есть, на самом деле, Чехия, Словакия, Польша, Черногория, Болгария, вот, тут те же самые культурные коды. Да, те же самые русские, конечно. Ну, по сути, да. Я понял. Смотри, мою обратную связь, ну, или как свою точку зрения, изложу, а потом посмотрим, может, какие-то итоги подведем. Понятное дело, тема большая. Так, я свою точку выскажу. Так, значит, ну, во-первых, понятное дело, что если рассматривать Россию, вот, только, да, и она, по сути, сейчас является, естественно, так называемым объектом, ну, как сказать, раздела, раз, интереса, два, всего мира, потому что, условно, 40% или сколько там содержится на таком большом количестве земли. Вот, и очевидно, что все испытывают зависть от этого. И когда мы рассматриваем, что Россия это как отдельное государство, от этой зависти никуда не денешься. И в итоге мы должны переходить к системе рассмотрения планетарного масштаба, как изначально все это было и к чему сейчас все эти тенденции глобализации это идет. Вот, то есть в итоге формирование единого мирового правительства, фактически. Это по умолчанию оно должно быть, вопрос, естественно, должно быть открытым. Вот, сейчас система строится, естественно, по принципу теневого управления. То есть есть определенные кукловоды, есть, соответственно, театр, вот, который выстраивается для определенной публики, вот, который не может разобраться во всех этих системах информационного дезинтеграции. Естественно, не понимает, кто главный, кому верить и куда идти вообще, и что делать, да. И в итоге напарывается, в итоге, на тех же самых полицейских, которые их сажают и, там, и так далее. Одни других не любят, и, естественно, это классическая схема разделяя властвы, это система управления. Вот, поэтому в первую очередь, естественно, это как минимум без образования ничего не получится. Вот, потом, значит, что ты говорил, что, ты говоришь, что первое, что нужно, ну, на чем строиться, или, там, не знаю, права собственности как-то, то есть центральное, вокруг чего разворачивается, там, либо система управления, либо устраивается что-то, да, ну, оно как бы и да, но в первую очередь, как ты последнее, что сказал, это, как сказать, культурные коды, это значит, что, ну, и, в принципе, да, сейчас можно рассмотреть ситуацию вообще на мировом политическом масштабе, как, первое, то, что русские, которые, естественно, являются изначальными хранителями, по сути, древней традиции, и культуры вообще сохранения, и сохранения передачи вообще родовых традиций, и вот этих культурной идентичности, потому что все остальные, они этого не имеют, то есть они имеют меньшие уровни развития, ну, как говорится, вот эта белая раса, условно, она может обладать, и, как сказать, у них есть, да, вот это вот чувство справедливости, чувство, как сказать, самопожертвования, вот это вот доброты, и, как сказать, ну, вот что-то такого светлого, да, то есть те, то, которые могут действительно жить ради других, скажем так, да, все остальные действуют по принципу захватническому принципу, то есть, соответственно, грабь разделяю вас. Я тебя маленько перебью, значит, я исхожу из того, что расы, они маленько разные, ну, или культуры, культуры маленько разные, но нету хороших и плохих, вот, и у русских есть свои особенности, да, ну, или там русские, а у азиатов свои, и они тоже, и плохие, и хорошие одновременно, вот, я бы не говорил, что какие-то темные, какие-то светлые. Ну, я бы не так сказал, что просто, скажем так, есть люди, которые стремятся, скажем так, заботиться о благе окружающего, а есть те, кто стремятся, заботиться о, как говорится, своем животе и, фактически, тенденция потребления. Здесь, понятное дело, это невозможно отнести к национальности и тому подобное. Это просто, скажем так, есть проведенное статистическое исследование, что вот, условно, у русских больше уровень вот этого вот самосознания и заботы о ближнем, скажем так, чем у других, вот, и, понятное дело, что и среди русских такие встречаются и так далее, потому что невозможно рассматривать это с точки зрения национальности, понятное дело, и расы и тому подобное. Это я согласен. Значит, следующий момент, и я, условно, во главу всего ставлю, скажем так, это сохранение рода, скажем так, потому что каждый народ, по сути, у него главной ценностью, что является? Не накопление богатства, понятное дело, кому эти богатства нужны? Потому что богатство, это что? Это ресурс для того, чтобы его куда-то потратить. А на что? Для того, чтобы сохранение и продолжение своего рода, естественно. Вот. То есть, в итоге, получается, что во главе всего всегда стоит в любом народе сохранение своего рода и продолжение его рода, чтобы оно, по крайней мере, сохранилось и выжилось. И это любому скажу. Значит, любой биологический вид, любое живое существо, первая и главная цель – это воспроизводство самого себя. Потому что все остальные системы, организмы, люди, которые действовали не по этому принципу, они уже вымерли. Ну да, то есть, если идет смещение акцента на зарабатывании ресурса, от того, чтобы продолжение рода и самосохранения, все, они, соответственно, вымирают. То есть, они гонятся совершенно за иллюзорными целями. И вот как раз те самые деньги – это и есть классическая схема разборки. Но об этом чуть попозже. Вот. В итоге получается так, что, как я вижу, и главной идеей, которую, в принципе, и проект «Я в Атар» тоже будет пропагандировать, в плане, что формирование вот этого видения общей картины, как того, что мы находимся на одной планете, у нас есть один народ, ну, одна цивилизация, скажем так. Народы все разные, и они живут каждый на своей священной земле, но объединяет их все к стремлению к самосохранению, продолжению рода. И в этом мы все едины. И здесь вот эти все разделения на религии, национальности – это лишь просто основа для конфликта, естественно. И здесь мы больше будем смещать акцент на то, что нас объединяет. А объединяет нас, как я сказал, одна земля, одна цивилизация, потому что для того, чтобы дальше выйти в глобальное понимание вообще всех космических, скажем так, масштабов, невозможно, пока мы не осознаем себя как единая целостная цивилизация, скажем так, под единым управлением. Вот. И то, что сейчас все эти тенденции идут, они, на самом деле, глобализация, она с одной стороны хорошо, с другой стороны, естественно, есть левые пути, которые преследуют тоже корыстные интересы. Сейчас вот дай прокомментировать. Сейчас то, что ты говоришь, это, вот по Карлу Марксу, это духовная сфера, которая объясняет, почему именно так. Ну, то есть как это устроено. И когда я говорю про культурные коды, которые, от которых мы пляшем, ну, мы пляшем, понятно, у нас есть какие-то люди, есть природные ресурсы, есть культурные коды, там, особенности, да, там, сложившиеся связи и так далее. Это все в совокупности. Сейчас ты смотришь больше с духовной стороны по Марксу. Я постепенно иду просто, сверху вниз, как говорится. Ты закончил? Вот, и следующий уровень, соответственно, когда мы понимаем, что вот у нас есть что-то единое, что нас объединяет, мы должны самоидентифицироваться как-то, потому что, так или иначе, когда нам в руки дают паспорт, да, паспорт, что такое, даже по, если его взять перевод, это паспорт, то есть это средство документа, которое можно, нужно предъявлять при переходе через границу, да, через, вот. В итоге это получается система идентификации, как говорится, определенных стат, которые себя не самоосознают и фактически пасутся на какую-то территорию. То есть, по сути, это животные, скажем так, ну, утрирую, да, извиняюсь сразу, если кто-то оскорбится, скажем так, я лишь... Вот тоже, вот, то есть, понятно, паспорта, они там были, ну, там и так далее. Вот по поводу самосознания, там, животных, ну, ну, мы все животные, на самом деле, все биологические, все кушаем, и как... Ну, это, как говорится, биологическая функция, здесь я ее не отрицаю, и это нормально, и это хорошо, на самом деле. Вот, я лишь говорю просто, что, самоидентифицироваться в плане, чтобы человек не просто шел по движению потока, а именно взял управление в свои руки, да, к чему мы сейчас все идем, правильно? Вот, в итоге получается так, что... скажем так, и, в принципе, да, и в проекте Яаватар тоже будет ключевая тоже идея, скажем так, это система самоидентификации, чтобы человек понимал, кто он такой на этой земле, что он здесь делает, какую цель он выполняет, ну, и так далее. И в итоге получается он себя как-то и себя идентифицирует, ну, мы, как это взяли, кстати, из принципа СССР, каждый человек вступает в права владения, коллективного совладения всеми ресурсами, недрами планеты Земля. Вот, как и в СССР, в принципе, и было тоже, просто там это, типа, декларировано, а у нас мы будем это внедрять как в системе управления тоже. Вот, после того, как человек это все идентифицировался, он уже может дальше понимать, что эта идентификация не для того, чтобы им управлять, а то, чтобы он сам мог управлять и иметь вот как раз вот эти вот права собственности, да, на эту идентификацию, чтобы он сказал, вот это вот мое, вот принадлежит вот этой идентичности. Вот, потому что здесь на самом деле идентификация, она тоже имеет два аспекта. Один монета как с хорошей стороны, с другой стороны плохой, то есть как через идентификацию можно как и управлять, как объект рассматривать управление, как и субъектом выступать управлением, что ты имеешь ценности и ты имеешь возможность управлять. Вот, поэтому, естественно, мы и рассматриваем, что правильно выстроить всю систему управления без идентификации по определенной невозможно, по сути. Вот, очень множество вот этих всех споров, которые в принципе известны из чего идут. Когда уже человек самоидентифицировался, уже можно строить эту систему управления. И как ты правильно сказал, что права собственности. Естественно, здесь тоже будет такая вложенная структура, скажем так, права собственности. Сначала я вот условно обладаю своим телом, потом своими вещами, потом своим домом, потом у меня там есть своя земля, потом у меня есть свой бизнес, я могу дальше производить выборы других людей и соответственно как-то влиять на систему управления. И вся система управления, кстати, она естественно строится на выборной системе. И в связи с тем, что у нас отсутствует эта система правильных выборов, то мы тоже будем на ней большой акцент делать. И по сути вот эта и система копного права, и она по сути вся тоже строится на системе, скажем так, этих выборов раз, и второе, скажем так, социальной значимости на общее дело, скажем так. И отсюда же вытекает и сразу же и рейтинговая система. То есть как правильно оценивать человека, его социальный вклад в общее дело, скажем так. Все сразу начинают говорить, что это невозможно, как это так можно измерить. Сейчас давай запомним социальные рейтинги. Давай сейчас я хочу понять то, что ты сказал. Значит, смотри, есть система права. Право, оно всегда от субъекта пляшек. Субъект – это, по идее, как бы осознанный тот, у кого есть воля. Значит, ну там воля изъявления, да, там имеет право, имеет там дееспособный, недееспособный. Есть вот технологические, да, варианты принятия решений в консенсусе, да, proof of work, proof of stake. Технологически они говорят о том, что либо тот, у кого больше технических средств, да, там майнинга, либо тот, у кого stake больше, у кого больше денег, доля. Мы сейчас говорим о том, что мы берем людей, то есть субъектов. Соответственно, субъекты, для того чтобы понять, что это и есть субъект, то необходимо его идентифицировать. Значит, идентификация, тут надо подумать, потому что, если мы привязываемся, допустим, к физической тушке человека, да, то мы выкидываем за скобку экономических агентов, которые, ну, в виде децентрализованных автономных агентов, которые... Боты. Боты, роботы, в том числе с элементами искусственного интеллекта или, может быть, даже там в каком-то будущем будут там с искусственным разумом. И здесь вопрос, ну, по крайней мере, я рассматриваю, что там индивиды или субъекты. Вот, я веду от субъектности экономической, мотивируя тем, что, допустим, собаки, у них есть там воля, ну да, они чувствуют, да, у них эмоции есть, да, это почти люди. Значит, у них тоже должно быть право голоса. И вот сейчас эти течения, которые идут о том, что женщины должны голосовать, да, должны, это же субъекты, да, дети должны тоже голосовать, они же живые, ну, вроде как, да, старики тоже, да, инвалиды, да, обезьяны, ну да, потому что же они тоже почти люди. Вот, и тут надо грань начертить, где, собственно, люди-субъекты, ну, пускай даже не люди, субъекты, которые имеют право голоса и в какой мере, и те, кто не субъекты. Вот, если осознанность-неосознанность, как это мерить? Я вот, по крайней мере, когда рассматривал, я пришел к выводу, что подавляющее большинство людей, где-то процентов 95, они не разбираются, они просто смотрят контент, там, медиа, телевизор в основном, и просто делают то, что там говорят. Это зомбоящик, зомбирует, это система управления, она называется демократия, но демократия – это власть демократов, это власть тех, кто контролирует СМИ. Все остальные, они подчиняются, ну, там, 95 процентов. И теперь вопрос, если мы говорим про субъектов, которые осознаны, то это вот те 5 процентов? Ты закончил? Ага. Ну, сейчас, по поводу, ты сказал, да, вопрос идентификации. Понятное дело, что не только люди, а и все остальные будут идентифицированы, там, и роботы, и животные, и все остальные. Потому что, а как иначе производить условный учет? Если мы не производим учет, мы не производим управление. Если мы не производим управление, значит, мы просто создаем хаос. И логично, если мы создаем порядок, мы создаем идентификацию, мы, соответственно, уже создаем управление. И без этого уже, получается, не получится. И все, кто будет смотреть и против идентификации, это значит, что они идут против управления, это значит, что они, по сути, за хаос. Ну, замечательно, мы их сразу также идентифицируем. Вопрос в том, что критерий отличия субъектов... Ну, давай так. Вот у меня там, не знаю, вот у меня там плата, да? И ее мы проидентифицировали. На ней написали некий идентификационный код. А она имеет право голосу? Ну, это, я думаю, чуть-чуть попозже оставить. Это сейчас более сложный вопрос. Мы сейчас, я думаю, лучше давай закончим... Ну, мы остановились на том, что рейтинги... Да-да-да, вот, рейтинги, то есть идентификация, рейтинги. Понятное дело, что все будут и условно-идентифицированы, и понятное дело, что каждый будет иметь право выбора и голоса, но, естественно, в своей сфере полномочий, скажем так, в соответствии с тем, насколько он общее благо сделал. Понятное дело, что он, если он, условно, там сидит, там ничего не делает, да, только сидит и условно потребляет, да, продукты те, которые создали другие, как он может принимать, условно, в Совете Федерации, или быть там, не знаю, понятное дело, что не может. Ты дал ответ на вопрос, собственно, ровно тот же вопрос, который Карл Маркс, опять же. И ты, когда про СССР сказал, там, принципы социализма, принципы Советов, да, то есть принятие решения, там, а-ля копное право, вечевое право, значит, там речь идет о том, что право голоса имеют те, кто производит труп. Ну, это точно так же, как в копном праве, то есть тот, кто имеет право голоса, тот, кто действительно старается ради общего блага. А тот, кто не старается ради общего блага, если он бомж просто так сидит, потребляет, какой смысл учитывать его голос? Вот тут более точнее, да, ради общего блага. Я вот, когда над этим думал, дело в чем? Человек работает на себя, прежде всего, да, то есть, ну, когда он начинает что-то делать, он хочет, там, ну, по пирамиде Маслоу, да, там, покушать, там, это, семью и, там, самореализацию, в основном для себя. Но самое интересное, человек – это часть общества, ну, или стадо, там, или, ну, как угодно назвать, в общем, общество. Так вот, человек по теории либертарианской, там, либертарная теория говорит о том, что человек, когда себе делает больше и лучше, то он таким образом в обществе делает больше и лучше, то есть, он же часть общества. Но самое интересное, это вырождается в том, что есть олигархат, и который потом империалистов перерастает. Империалисты – это крупный капитал, связанный с государственным управлением, ну, банковские управления. Короче, это супер жирные коты, которых не сковырнешь ничем. И когда они себе больше делают, он же тоже часть общества, ну, либертарианская теория, и он больше потребляет, а от этого общество становится только хуже. То есть, либертарианская теория, она на самом деле не работает. Вот, социалистическая теория, там, где полностью обобществление, да, то есть, должно произойти, и там, ну, в итоге, когда-то к коммунизму о том, что, там, распределение не по труду, а вообще распределение по потребностям, да, это тоже утопия, там, еще так. Значит, говорим о том, что все-таки человек имеет больше права голоса, чем больше он отдает в общество. Теперь вопрос, а чего он отдает? На мой взгляд, он отдает, опять же, ресурсы, который произвел, ну, то есть, это труд, так или иначе, ну, или, скорее, результат труда. Он у нас выражается, в общем, так или иначе, в деньгах. И есть вот налоги. То есть, я пришел к, ну, в своем, там, размышлении о том, что человек половину получает себе, а половину отдает в общество в виде налогов. Но налоги, как сейчас, они перераспределяются, там, чиновники, там, их сжирают, там, распиливают и так далее. Короче, вот эту часть автоматизировать, максимально автоматизировать так, чтобы она направлялась с наименьшими транзакционными издержками. Ну, то есть, минуя всякий чиновничий аппарат, а непосредственно найти дела, на которые, там, общественное образование, здравоохранение, безопасность, развитие и, собственно, социальное страхование. Там, пенсии, там, безусловный базовый доход. Вот. Если ты говоришь, что голосование на основе вклада в общество, то я вот с тобой полностью согласен. Да, ты закончил? Да. Ага. Ну, значит, идем дальше. Это мы сейчас перешли, значит, от культурных идентичностей, то есть, словно, культурной, духовной сферы, потом мы перешли на уровень социальный. Вот. И сейчас дальше, следующий уровень, это у нас идет, сейчас, ну, да, вот выборная система. По сути, ну, скажем так, я сразу скажу, проблемы выборной системы, которые сейчас существуют, понятное дело, есть у нас, условно, там выборы, там, не знаю, какие-то округа, губернаторы, потом областные какие-то губернаторы, да, и так далее. И вплоть, там, может быть, какие-то выборы в Думу. А, условно, выбор самого президента, выбор происходит на основе чего? На основе тех людей, которые, во-первых, человека не знают, да. И в связи с этим, что получается, что подмена понятий и манипуляция мнением. Вот, понятное дело, что так никогда не получится. Вот в хопном праве там всегда выбирает только тот, кто действительно лично знает человека, его по делам, по заслугам, скажем так, по его карме, то есть уже и длительное время знает, и действительно его знает как человека, дело, а не как образ в медийной культуре. Вот, в связи с этим, понятное дело, что выборы президента – это классическая манипуляция мнения. Давай не называть вещи своими именами, а, значит, выборы президента или выборы человека, которого я никогда в жизни не видел и не знаю его реально, это лишь опрос общественного мнения. Да, оно широкомасштабное, оно призвано сказать, что, ну вот, вы же сами его выбрали, поэтому вы несете на свою ответственность, да, не надо перекладывать ответственность, даже если вы не пошли на выборы, это ваш выбор, поэтому, собственно, и расхлебывайте. Это понятная манипуляция, и понятно, что человек объективно может сделать выбор только того, кого он знает. Ну, и знает он, понятно, не по тем лозунгам, которые красивые, а по делам. Ну, то есть он, как бы, чтобы оценить человека, он желательно там его видеть, там жить рядом с ним. Ну да, отлично. Скопное право, весовое право, оно как раз очень, на мой взгляд, а вот уровни, то есть, ну, там съезды, или как там, ну, местный уровень, там от трудовых коллективов, да, в СССР, по идее, было, оно было в итоге не так, то есть там была бюрократия, на самом деле, то есть это власть чиновников, власть бюро, которая сверху вниз шла. Но пополнение кадров, оно шло снизу вверх, вот, что, собственно, было гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас у нас вообще получается сословная система управления, когда вместо того, чтобы кадры брать там с производства, ну, с разных уровней, да, берут по сословиям, то есть это свои родственники, близкие, друзья, там, ну, в общем, такие клановые системы, она до добра вряд ли доведет, то есть она не дает развиваться там более, как это, более люди, которые лучше подходят, а вместо этого там те, кто уродственники. Вот. Так, вечевое. Сейчас давай подумаем. Сколько уровней, скажи мне? Первое. Второе. Если мы говорим, сейчас задам вопрос, вот, если мы говорим, что право голоса субъекта, да, оно зависит от его вклада в общество, дальше, он свой голос, ну, вес голоса, использует для того, чтобы выбрать того, кого он знает, ну, в своей группе, да, там, где он, вот, дальше, вверх по цепочке, там, те выбирают этих, в ТДТ, и там, в итоге, там, не знаю, председатель мира, да, там, который будет. Ну, куда-то обназывается, князь, по сути. Ну, князь, неважно, просто называется так. Так вот, во-первых, сколько этих уровней, а второе, вот этот вес голоса, это будет, ну, давай так, какой-нибудь пример, как вот считать этот вес голоса, потому что мы имеем алгоритм. Я тебе, Павел, отвечаю. Первое, сколько уровней, я вижу, это самый простейший вариант, скажем так. Допустим, у нас есть дом, это самый простой вообще пример, потому что сейчас это уже везде распространено, да, у нас есть дом, выбирается, условно, там, глава дома. Все его знают, потому что все его в глаза видят, всегда его встречают, все знают, где он живет, если он вдруг что-то там налево пойдет, плохо сделает, все к нему придут сразу в квартиру и сразу с ним рассчитаются, скажем так, да. Вот, поэтому он естественным образом всегда будет вести себя идеальным образом, да, и почему, ну, да, ладно, окей. Потом следующее, от домов, естественно, переходим банально к улицам, да, то есть, условно, давай я сразу запишу дом, улица, потом, условно, район, район, потом от района, соответственно, там можно город, потом от города, соответственно, область, от области край, потом страна, вот и планета Земля. Итого считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, условно, да. То есть, ну, по такому принципу, скажем так, по пониманию того, чтобы действительно понимание, что вот есть там n количество, допустим, 100 человек, они выбирают, допустим, одного. Ну, примерно выработать я сейчас не могу, как говорится, это надо провести социальные исследования, какие, может быть, лучшие цифры подобрать, либо, ну, как сделать. Ну, и я просто, в принципе, да, условно сказал, дальше все понятно, в принципе, более-менее. Потом следующий вопрос, это как высчитывать этот социальный рейтинг. Да, это, в принципе, условно, как бы сейчас сложный вопрос, да, но он сложный лишь только для того, как только, потому что это еще никто этим, условно, толком-то не занимался. Но на самом деле могу сразу сказать, первый уровень, допустим. Ну, сейчас вот с точки зрения той платежной системы, которая у нас была именно аватарная, в принципе, сейчас она тоже в проекте я аватар, мы ее продолжаем дальше развивать. Вот, как я вижу, она, кстати, будет совмещать вот эти два уровня, два, точнее, подхода и капиталистической системы, и социалистической системы, потому что, скажем так, она будет передавать монеты, да, а в транзакции можно передать монету и в то же время поставить взаимный рейтинг. Например, я тебе передаю монету, логично, в транзакции участвуют два человека, я и ты. Я тебе могу поставить рейтинг, как мне понравилось с тобой взаимодействие, ты мне, соответственно, да. Таким образом начинает копиться рейтинг между нами друг с другом. Точно так же, как на LocalBitcoins, LocalEthereum и так далее. Мы видим, что вот такой-то человек, он уже, у него столько количества сделок, и все его оценивают положительно. Окей, замечательно. Есть классическая, типа, очень, точнее, распространенная, говорить, ну, как сказать, ну, не провокация, а просто высказывание. Типа, а он же может накрутить себе рейтинг. Ну, здесь мы можем говорить о том, что если мы, человек, мы видим, что человек накручивает рейтинг при помощи какой-то другой группы, естественно, можно поставить еще сверху рейтинг, то, что было умышленное накручивание рейтинга. Давай я предложу решение. Вот смотри. Я закончу сейчас. Чуть-чуть. Ну да. И следующее, ну, это следующее мое предположение, скажем так, это, например, вот я есть, допустим, да, и я вижу, что, например, вот там человек подметает улицу, да. Я раз ему лайкнул условно, говорю, вот ты молодец, замечательно, мне нравится, как ты подметаешь улицу. Он уже начинает накапливать рейтинг не с точки зрения того, что мы с ним взаимодействовали там деньгами, а просто вот как-то извне. Ну, условно. То есть, на самом деле, если взяться за это дело, все это можно выработать. Это просто лишь не идет, дело не двигается, потому что вот эти все есть N количество предубеждений, скажем так, которые останавливают людей, чтобы этим заняться. Либо просто, скорее, я бы сказал, скорее внутренний страх, то, что если вдруг его будет оценивать, значит, ему нужно быть хорошим, а он хочет иметь возможность, скажем так, грешить, скажем так, да, чтобы ему не было за это наказание. И, скорее всего, мне кажется, именно это и останавливает то, чтобы была введена эта рейтинговая система. Потому что человек хочет быть сам скрытым. Я закончил. Так, по поводу решения вопросов о накрутках. На мой взгляд, можно решить следующим образом. Пускай накручивают, но за накрутки надо вообще заплатить. Ты сказал о том, что когда заключается сделка, ну, или какое-то дело делается, то два человека, которые совершили эту сделку, они оценивают друг друга. И когда мы включаем понятие налогов, а в государстве всегда есть понятие налогов, и государство, как социальная структура, и как управляющая структура, из которой там медицина, образование, безопасность, да, все вот эти оплачиваются, то это вот налоги. Значит, когда условно один продал биткоин, другой купил биткоин, то в этот момент возникает налог. Налог возник, он уплатился, там, ушел в казну, в фонды, да, там оплаты, там, медицины и так далее. И это дает право сделать свою запись об оценке того или иного там человека, с которым ведешь дела, или юридическое лицо. Вообще, в целом, состоит из двух. Это физические лица и юридические лица. Физический имеет тушку, и эту тушку можно поймать и посадить, ну, как бы, человеку жалко свою тушку. И есть юридическое лицо, в российском праве это привязано к физической тушке гендиректора, там, главного бухгалтера. А вообще, в мировой практике юридическое лицо, оно не привязано к физическому лицу. Вот. Значит, это вариант решения, как чтобы не накручивали. А теперь дальше, когда говоришь о том, что там кто-то подмел улицу, и мы это типа лайкаем, и это называется экономика заслуг. Вот. Там предлагали такую тему, очень здравая. И тут получается, что ты говоришь, первая, по тому, сколько человек отдает в общество. Я это назвал, допустим, как налоги. То есть, вот он заработал, что-то создал, он деньги взял, часть денег отдал, так сказать, в общество на социальные нужды. Это первая часть. А вторая часть, ну, вторая часть, это экономика заслуг. Это там, где он что-то сделал, ну, там, скамейку подмел улицу и так далее. Ему за это никто не заплатил. Но он, но он заработал свой рейтинг. То есть, получается, из того, что ты назвал, есть два, условно, два числа, которые прилепливаются к каждому субъекту. Да? То есть, это как люди, экономические субъекты так назовем. У каждого экономического субъекта есть два числа. Первое число обозначает этот вклад экономический в деньгах в виде налогов уплаченных. И второе, это количество лайков, которые проставляют ему другие субъекты за сделанные дела в какой-то промежуток времени. Так? Ну, примерно так. Я просто предлагаю сейчас на этом не зацикливаться. Это отдельная лучше, может быть, либо созвоны исследования, потому что большая тема, на самом деле, и продолжить, может быть, на теме управления концентрироваться и закончить. Просто еще даже толку не закончить. Ну, вот такая моя точка зрения. здесь как? Как бы в целом? Я вам дальше закончить, скажем так, эти рейтинги подытожить примерно таким образом, что на основе этих рейтингов у нас, ну, по крайней мере, у меня есть такая гипотеза, да, сейчас пока, первая рабочая версия. Нужно распределять, скажем так, ресурсы всей планеты Земля, скажем так, в зависимости от того, у кого больше рейтинга. То есть, кто делает больше общего блага, тому и больше ресурсов будет доставаться, то есть пропорционально, скажем так, не всем поровну, скажем так, все равны, нет, а типа, кто действительно больше старается на общее дело, тому больше ресурсов, потому что он этими же ресурсами потом и сможет и больше помочь, а те, кто меньше помогает, он, соответственно, и меньше ему, типа там, потому что он ничего не делает, скажем так, а другие ему все равно потом накормят, потому что они все стараются ради общего блага. Ну, это так, гипотеза, которую нужно проверить, скажем так, вот эти рейтинги, скажем так, вот на это будут влиять. Вот так. Хочу подытожить. Так. Про распределение ресурсов. Давай подумаем. Вот есть природные ресурсы. Природные — это даны. Они даны. Они не человеком трудом не зарабатываются. Ну нет, газ, леса и так далее. Да, солнце светит. Нам это от Бога дано. Ну да. А все остальное создается так или иначе трудом людей. Даже вот рыба, она в реке есть. Но чтобы эту рыбу взять, надо пойти ее поймать. Это труд. Трудовая теория, короче, она расписывается, и в итоге там все это превращается так или иначе в труд. Значит, когда мы говорим про ресурсы, то получается, что под ресурсами ты имеешь в виду право воспользоваться этими ресурсами. Ну да. Вот берем, например, недра. У нас вообще ресурсы, которые на территории России, они принадлежат государству. Все. Государство — это система, да, там, правящий класс, все такое. И оно из своего права, владение этими ресурсами распоряжения, продает это право, ну или дает тем или иным лицам. На это есть тендерная система. Те, кому больше нужно, они готовы заплатить больше и приносят какой-то доход в казну. Ну и дальше этот доход из казны, он как-то там распределяется на нужды государства. Ты говоришь, что рента ресурсов, ну в том числе недра, они должны распределяться между людьми. Ну как соучредители, точно так же. Ну условно, вот я, допустим, там, допустим, если взять семью, логично, все они объединяются условно в союз, для того, чтобы вместе делить ресурсы, которые приходят в эту семью. Точно так же и государство. Ну условно, государство-система, да, слияния людей. Точно так же. То есть, понятное дело, что невозможно сказать, что это принадлежит, а государство что такое? Государство, это и есть народ, значит, это принадлежит народу. То есть, нельзя же отделять эту идею государства, которое просто, которое владеет, а те люди, это совершенно другие люди. Это не государство. Государство из людей-то и состоит. Вот и все. Ну, вот тут смотри, там я разбирал эту тему, да, что такое государство, что такое народ, что такое нация. Это разные слова, вот, они обозначают маленько разные, но подразумевают часто, ну, одно и то же. Ну, в общем, государство, государство, это прежде всего, ну, я для себя такую терминологию выработал, да, государство — это институт насилия. Вот, это тот, у кого есть право на насилие, право причинять силу. Это самый верхний уровень. Дальше, между государствами действует всегда система анархии. То есть там действует только право силы между государствами. То, что внутри государства, то есть, вот, есть субъекты верхнего уровня, это государство. То, что ниже, это дальше внутри, там, внутренние законы, и пошло-поехало. Дальше, нация. Нация — это вот как раз народ. И народ там сам определяется и так далее. И есть еще понятие правящий класс. Ну, или, там, система управления в государстве. Тоже. Сейчас. Мысль. Ну, мы говорили о том, чтобы распределять ресурсы. Ты говорил, что ресурсы принадлежат государству, а оно уже вроде, якобы, распределяет этому народу. А я говорю, что народ — это и есть государство, значит, это, значит, все принадлежит народу. Да. Это и государство — это лишь манипуляция термина. Ну, да. Тут, когда правящий класс в виде, вот, там, группы лиц ОПГ захватывают, они говорят, ну, государство — это народ. Поэтому мы, представители народа, забираем эти ресурсы себе и в том числе народу чего-то тоже отдаем. Через перераспределение, там, офшоры и так далее, вы тоже что-то получите когда-то в будущем. Вот. А еще есть транснациональные корпорации, которых тоже нельзя выкидывать из рассмотрения, потому что это субъекты верхнего уровня. Вот когда ты говоришь про мировое правительство, я пришел к выводу, что единого какого-то мирового правительства, его не существует. Но есть системы концентрации. Вот, условно, там, масоны, условно, иллюминаты, условно, там, вот это, евреи, да, там, или как это там называют. В общем, это системы синхронизации концентрации между государствами, ну, там, верхнего уровня. Ну, скажем так, глобальные группы влияния имеют определенный консенсус, и они, соответственно, формируют и то самое глобальное управление. Ну, группы влияния, да. Да, ну, их, как? Они могут быть в виде фондов каких-то, благотворительных организаций, либо каких-то трансанциональных корпораций. Понятное дело, что государство – это лишь только прикрытие для того, чтобы производить манипуляцию. Ну, тут, на мой взгляд, там как сделано? Вот, представь, есть объект, есть второй объект. Ну, давай так, сеть интернет, да. Есть один компьютер и второй компьютер. Есть провода, соединяющие эти компьютеры. Вот, вот этот, два компьютера – это два субъекта. Ну, два государства. А вот провод, который соединяет, и протокол, по которому передаются данные, и вот штекеры, которые там втыкаются, да, вкладки там, передачи данных, вот это как раз и есть вот эта система выработки консенсуса. Без нее, без нее не будет работать. Вот, кстати, по поводу этого тоже хотел, тоже вчера об этом думал, в плане, что, да, нужно разработать, первое, стандарт, по которым будет происходить вот это вот общение и принятие вообще системы управленческих решений, которые, ну, протоколы, да, принятия решений. И, ну, те самые стандарты, да, которые, кстати, госты сейчас там недавно отменили. Вот, и мы сейчас это внедрили, скажем так, в свои босты, то есть божественные стандарты. Тоже пишется определенный стандарт, ну, по сути, это будет протокол взаимодействия, то есть, как мы, терминология – это раз, второе, протоколы, вот эти все стандарты, и на основе этого будет уже мы понимать, как мы действительно, на каком языке общаемся, и каким принципам придерживаемся. Это тоже один из главных моментов управления, кстати, да, как единый язык, скажем так, общения. Когда мы говорим про верхний уровень управления, раньше, вот, когда иллюминаты, ну, там были средства коммуникации, ну, те, которые были. Сейчас у нас 21 век, и сейчас на компьютерных технологиях много построено, и мы можем уменьшать воздействие вот этих людей, у людей, там, ну, как субъектов, есть своя воля и свои интересы, и вот интересы этих групп, которые сейчас контролируют капиталы, фонды, там, перетоки, ну, глобального управления, мы можем от них забирать в сторону автоматизации, ну, опять же, там, через блокчейн, да, технологии, либо, там, децентрализованной сети, то есть когда та же самая функция выработки консенсуса, то есть записи между субъектами совершается, ну, совершается гораздо проще и дешевле, и быстрее. Вот, значит, по поводу государства и распределения ресурсов, ренты, ресурсные, вот здесь вопрос, ты сказал о том, что ресурсы должны распределяться по заслугам или по вкладу, или, ну, то есть вот этот момент прокомментировать, если, допустим, есть младенец, есть какая-нибудь бабушка, и есть, там, мужик, там, который производит продукцию, да, там, платит налоги и делает скамейки в парке, то как будут распределяться ресурсы? Ну, опять же, да, сразу скажу, это гипотеза моя, которая сейчас проверяется, просто я, как вижу, банальное, логическое мышление мое такое, что если есть, допустим, одинаковых людей, ну, точнее, сейчас 10 людей, допустим, да, один, например, там сидит, там, работает, производит, там, допустим, перерабатывает лес, производит, там, например, какие-то ложки, да, для того, чтобы все пользовались, могли кушать, да, другой, например, там, кто-то готовит, он, соответственно, эту еду распределяет тоже на всех, так, чтобы при помощи ложек есть, да, другой перевозит, чтобы эту еду можно было доставить, там, до столовой, да, замечательно, а там, например, 5 человек сидят, ничего не делают, вопрос, и действительно ли важно, нужно, чтобы всем бы досталось поровну, как типа говорится, типа, ну, все должны быть равными, но равные, на самом деле, люди не в том, чтобы каждому поровну досталось, а в том, чтобы у каждого предоставляются равные возможности, в том, чтобы помочь друг другу, а за это совершенно другие понятия уже, То есть на самом деле манипуляция в равенстве, она тоже очень сильно искажается всегда, потому что когда люди не понимают, что равенство может быть в разных аспектах, и в равенстве в плане, что он получит по равное количество, либо он предоставляется равное количество времени на то, чтобы совершить добрые дела, скажем так. Это совершенно разные понимания равенства. В связи с этим логично вытекает понимание, что если кто-то старается больше ради общего блага, а кто-то сидит на попе ровно и ничего не делает, а почему ему ровно столько же должно доставаться, если он ничего не сделал. В итоге получается у меня понимание, что тот, кто больше старается ради общего блага, ему больше будет доставаться, потому что ему хотя бы эти ресурсы больше точно так же распределить на других. А те, кто ничего не старается, они эти ресурсы все равно и получат. Ну, такая вот моя позиция. Которая эта гипотеза, которая вообще первая из такого логического понимания вытекает, она, естественно, не проверена никакими исследованиями, поэтому сейчас на такой стадии и находитесь. Давай я предложу свою мысль. Когда мы говорим про равенство, равенство не существует как таковое. Всегда говорим о том, что это первое равноправие, то есть все равны и действуют под одним и тем же правилом. Нету более правых, менее правых. Ну, в реальности такое не происходит, но в эту сторону, по крайней мере, стремиться. Вот. И второй момент. Равенство стартовых возможностей. То есть говорим о том, что дети, неважно, где он рожден, там, в деревне или в городе, там, в семье депутата или в семье, там, в кухарке, у них равные стартовые возможности должны быть. Ну, условно, начисляется равный стартовый баланс, допустим, условно возьмем. Даже не баланс. Деньги, они не играют роли. Ну, я не просто не говорю, что деньги, а просто говорю, типа, условно, типа, вот, типа, баланс начисляется, типа, все. Давай говорить о тех важных вещах, то есть первое – это образование, второе – это здравоохранение, а третье – это безопасность. То есть, на мой взгляд, должно быть равенство между, ну, то есть базовое, базовое равенство должно быть одинаковое и у ребенка-чиновника, и у ребенка-олигарха, и у ребенка-кухарки. О том, что они получают бесплатное базовое образование, дошкольное, школьное, высшее образование, академию, бесплатно. А дальше здравоохранение тоже бесплатное и безопасность, то есть это охрана страны, охрана внутренняя от бандитов, от юристов, от чиновников, от рейдеров и так далее. Вот. И вкладываются еще деньги в развитие, то есть это инфраструктура, транспорт, электричество, газопроводы – это общественные блага, к которым уже дальше там подключаются потребители, но это общественно. Получается, чтобы этим управлять, оно в своей собственности. Ну, и тут вот управление, то есть у нас вопросы собственности возникают. Сейчас этим всем владеет государство, и чиновники этим управляют, и идет постоянная борьба. Я думаю, давай называть вещи своими именами. Государство – это не государство, скажем так, а это есть определенная группа лиц, которая манипулятивными схемами присваивает себе ресурсы. Вот так лучше говорить, я думаю. Ну, да, вот этим оно и называется. Потому что тоже вот и сразу вот тоже у меня есть тоже такое видение, которое я всем говорю, что нет смысла называть власть, которые, например, там издают какие-то там законы, либо пытаются там сказать, говорить, что они типа главные. Власть – это тот, кто принимает свои управленческие решения. А кто это такой? Это тот, соответственно, человек, по сути, человек это и есть, по сути, власть. А те люди, которые организовывают манипулятивные схемы выкачивания из других ресурсов, это, по сути, бандиты. Поэтому надо называть свои вещи своими именами. Если люди называют власть, вот где, которые их грабят, по сути, значит, они сами жертвы обстоятельств, значит, они сами достойны своих, говорится, тиранов. Ну, все. Ну, это такая ремарка моя. Ну, да, я тут согласен. Ну, здесь как раз и отличие слова «государство» от слова «народ». То есть это два разных слова, и обозначают они разные. Государство – это действительно тот правящий класс, который как бы и управляет. Вот, у нас сейчас это бюрократы, вот, или ФСБ, там, силовики, ну, короче. Так вот, перераспределение. Что, если говорим о том, что вот эти ресурсы, рента с этих ресурсов, направляется не человеку, а направляется на вот эти общественные блага? На обеспечение вот этих всех социальных сервисов, которые минимально жизненно необходимы. То есть образование, здравоохранение и защита. Да. Не, ну, это по-любому, конечно, да. Я уже, говорится, имеется в виду в плане, там, об избытке другом, которые уже помимо этих, скажем так, базовых социальных потребностей. Это я согласен. Смотри, система управления, которая построена сейчас, она исходит из того, что если мы всем, каждому раздадим, ну, там, условно получили с ренты, значит, нефтегаза, допустим, там, триллион долларов, да, и дальше всем это распределили, и потом все, там, начинают финансировать, там, допустим, здравоохранение, сами, там, образование. Допустим, мы не даем возможности эти деньги потратить никуда, кроме вот этих трех, там, образований, медицины и безопасности. И люди распределяют. Значит, в девятнадцатом веке, да и в двадцатом тоже, это было технически невозможно, чтобы каждому раздать, и потом каждый, ну, просто невозможно было посчитать все это на счетах и калькуляторах. Ну да. Сейчас, в двадцать первом веке, с помощью компьютеров, мы можем начислить на счета людей, сделать специальные счета, с которых снять деньги невозможно, но человек, он эти деньги обязан потратить в ту или иную школу, в ту или иную, там, условно, милицию, да, там, перечислить та, которая защищает его. И таким образом он оплачивает эти услуги со своего счета. Вот, может быть, в эту сторону подойдет. Не, это можно, да, я просто хочу более, как сказать, глобально сейчас по верхам пройтись, а это уже детали, скажем так. Да, согласен, понятное дело, что ему можно начислить, да, там, токены, в которых он может расплачиваться, допустим, только за здравоохранение, и которые он не может потратить там ни на продукты, ни на что еще, на там, и так далее, на всякую фигню, ни на машине, и так далее. И, понятное дело, да, что по-любому, да, нужно это все делать и распределять. Но, опять же, это отдельная статья исследования, отдельный разговор, скажем так. Поэтому я предлагаю чуть дальше пройти. И в плане, вот как ты говорил, да, что типа, во-первых, да, главный вопрос образования, здравоохранения и силовый фактор. Во-первых, про образование чуть-чуть уже дальше иду, в плане, естественно, что мы, проект Я-Аватара, он и идет. Сейчас, скажи, у нас по времени, вот у тебя нету 45 минут ограничений? Там он, по-моему, сам вырубает за 40 минут. Сейчас он что-то почему-то еще не вырубает. В крайнем случае, я думаю, просто вторую сессию сейчас устрою, да и все, сразу следом. В крайнем случае, мне еще пишет экран еще заодно. Вот, проект Я-Аватара занимается образованием, вот, и с этой точки зрения, ну, могу сразу обрисовать, скажем так, свою стратегическую позицию вообще, как будет происходить, как я вижу, переформатирование всей ситуации. В связи с тем, что, скажем так, нужно произвести плавную, скажем так, переформатирование, переход, да, на другую миропонимание жизнеустройства, то, понятное дело, здесь всегда нужно соблюдать, скажем так, двойной стандарт. Условно, есть то, что есть, скажем так, то, что от чего мы хотим уйти, и есть то, к чему мы стремимся, куда мы хотим прийти к новому стандарту. И, понятное дело, что в процессе перехода будет существовать двойной стандарт, иначе ничего не получится, это раз. Второе, с точки зрения образования, естественно, мы будем позиционироваться, как, понятное дело, сейчас, как платформа образования, это просто, типа, как роль бизнес-структуры и просто экономического выживания, скажем так, да. Второй момент, ну, так как сейчас вот эта вся инфосфера, вот это все новые знания, и вообще просто даже сфера образования, это все говорят уже, даже я везде хожу, смотрю, спрашиваю, они говорят, что, во-первых, да, это в тренде раз, второе, это то, что оно будет только развиваться, это два, и третье, то, что вот это все, во-первых, новая, условно, эра, новое самоосознание, вот эта вся тенденция глобализации, ускорение цифровизации, вот эта вся технологизация, символярность, она еще больше будет порождать еще новых знаний. И в связи с этим это будет только развиваться, поэтому я, скажем так, условно, не парюсь, скажем так, а о том, что это будет, можно будет, что останется на плаву, это раз. Второе, из этой платформы, да, технологической, будет формироваться Академия и Институт, которые уже будут выступать как, скажем так, экспертное мнение выдвигать и выдавать какие-то уже заключения, либо разрабатывать те самые стандарты по рейтингам, как правильно распределять ресурсы, вот. Это же целое научное исследование, которое действительно нужно проводить, исследовать правильно, обсчитывать и так далее. Это даже не одного дня дела. Это целый там Академия и Институт нужно реально формировать. Вот. А потом, значит, это экспертная оценка. Потом следующий момент, так как образование, оно идет, точнее, может даваться самым простым способом через игру, то мы будем формировать так называемую, ну, игру под названием «Править землей и славить богов». Ну, это первое рабочее название, скажем так, да. Здесь идет момент первый, то, что идет образование людей, как становление вообще как полновластных управителей, скажем так, своей земли, скажем так, и вообще своими ресурсами, скажем так, и вообще самоосознание в своем статусе идентификации, да, что человеку будет выдаваться карточка, хозяин планеты Земля, кстати, вот. Вот мы сейчас вводим такую вот систему, вот карточка, хозяин планеты Земля, да, то есть мы сразу же людям даем понять, что они являются владельцами этих ресурсов, по крайней мере, это только заявка, да, и там есть несколько уровней вхождения. Таким образом человек начинает, первое, самоидентифицироваться, понимать, что да, это возможно, раз. То, что это, как бы сказать, не конфликтует с существующей системой, потому что это игра, да, но это игра по-серьезному. И как только человек начинает вступать в игру по-серьезному, тогда уже игра становится жизнью, как говорится, да, наша жизнь – игра. Это два. Третий момент, то, что как только человек начинает набирать уже вот этот вот, скажем так, игровой действительно азарт, скажем так, да, когда это действительно уже становится для него самой жизнью, то фактически сама уже игра не случается с человеком, а уже, как говорится, человек уже сам начинает формировать уже свою жизнь, и для него это действительно жизнью становится. И уже с точки зрения системы – это игра, и таким образом мы не конфликтуем с системой. А уже в самой игре – это уже как типа, по сути, как сама полноценная система глобального управления, мирового правительства, скажем так. И там будет, соответственно, формироваться уже и система копного права, где, естественно, на основе этих карточек будут записываться и рейтинги, потом будет система выборная уже формироваться, где как раз вот эта система безопасности всех этих технических моментов, которая тоже будет учиться с учетом тех новейших разработок, которые сейчас существуют в серверовой среде. Вот. Потом от игры мы переходим, как я сказал, к самоуправлению, и от самоуправления мы переходим уже к формированию уже глобального, скажем так, кооператива, который будет формироваться на всей Земле. И вот то, что мы с тобой сейчас проговорили, оно вот через систему образования вот этих экспертных мнений будет уже внедряться в эту глобальную систему управления, скажем так, как вот этих вот, ну, как я называю это, скорее, как золотые города, которые будут становиться концентраторами новейших технологических решений, потому что города, на самом деле, они тоже имеют такую способность именно очень быстро, концентрированно воплощать какие-то идеи. Ну вот это такой глобальный замысел, скажем так, вот эта вот самая платформа образовательная. И в связи, кстати, с этим, по поводу силового фактора, здесь тоже включается, тоже очень оптимально и гармонично. Любой силовик и любая силовая структура, она всегда за то, чтобы поддерживать и сохранять порядок, и за то, чтобы, естественно, не было войны. Это раз. Второе. Любой силовик, он, естественно, как я сказал, да, он хочет, чтобы был именно, скажем так, порядок. И если он видит человека, который, например, против этого порядка, например, за анархию, он говорит, ну там классическое, давайте разрушим государство. Наоборот, именно силовики его и будут подавлять, потому что он против этого всего, то есть он за анархию, наоборот. Он не понимает просто, куда он идет. И я таким же образом сейчас вот даже хочу записывать ролики, типа, как общаться с представителями серых систем. И точно так же нужно говорить, что нет, мы не против вас, мы вместе с вами хотим поддерживать порядок. Но самый главный порядок, давайте определимся тогда в понятиях. Главный, глобальный приоритет в порядке какой? То, что мы же не строим систему подавления, да, то есть, что вы не против меня, и я не против вас. А мы вместе, мы вместе дружим, мы налаживаем гармонию, взаимоотношения, мы вместе строим наше общее будущее, да, наше светлое будущее. Там, где будут наши действия процветать, наши рода процветать, и все единые, как планеты, вместе, как коллективная цель, ну целостная, будут вместе содружиться и проживать, скажем так. И уже в связи с этим, когда мы определились в понятиях, что мы не против друг друга, а когда мы вместе за, уже строим это совместное будущее. Но тогда первый приоритет, который нужно определить, то есть мы либо на одной стороне, либо задвязанно человек против. И тут встает следующий вопрос, интересный. О серой системе, скажем так, либо, соответственно, вот эти вот теневых выборах, раз. Второе, вообще, вот эти системы сокрытия, когда вот эти вот силовики носят вот эти маски. Потому что силовики, по сути, это последнее звено, скажем так, которое обеспечивает, ну, защиту, либо сохранение этого порядка. И если он, естественно же, носит маску, то, значит, он скрывается. От чего? От возмездия, да? То есть он уходит от ответственности. И, по сути, его любая силовая структура, она может выступать в двух ролях. Первая роль — это как воин, защитник того самого порядка. И вторая — это как бандит, который под видом, скажем так, воина, маскируется под бандита. И таким образом преследует свои корыстные интересы и, естественно, уже нацепляет маску. Вот. И в связи с этим, здесь я вижу, нужно, чтобы каждый, кто стремится условно к светлому будущему, не шел против системы, а наоборот создавал какую-то новую модель системы. Потому что... Либо какую-то новую матрицу, скажем так, да? Потому что тот человек, который идет против системы, он, значит, за анархию. Если он за анархию, значит, он, по сути, тот же самый человек, которого будут зачищать. И тут нет смысла даже ему кричать, я как вижу. Вот. И здесь, как я вижу, тот самый силовой фактор будет, скажем так, за нас, когда мы ему дадим инструмент определения свой-чужой, скажем так, кто действительно паразит, а кто действительно за правое дело, да? И второй момент, то, что действительно, как правильно этот порядок оформляется и как он правильно его можно идентифицировать и как его правильно защищать. Вот тогда все силовики с нами же и будут. Вот так вот. Потому что всем силовикам нужно сказать, вот враг, вот тебе система управления, вот тебе система, как говорится, подавления. Все. Точнее, инструмент оружия для того, чтобы защитить этот порядок. Все. Так. Ну, давай я прокомментирую. Я здесь, ну, там, с чем-то я согласен, с чем-то я не согласен. Значит, по поводу... Это мои гипотезы, которые, да, я согласен, что даже согласен на обратную связь, потому что я за. Смотри. в том, что необходимо... Всегда необходим какой-то враг. Люди гораздо лучше соединяются под натиском врага. Внешнего, внутреннего, какого-то. Иначе они просто не соединяются. Дальше. Силовики. Мне кажется, что ты не очень хорошо понимаешь принцип принятия решений, людей, силовиков. Бандиты и люди в полиции, у них один и тот же психотип. У военных, у силовиков, у ФСБ, у них очень похожие психотипы. Значит, насколько я понимаю, принятие решений там все равно строится всегда от собственности. Значит, есть ресурсы, как у бандитов, да, источники доходов, так и у силовиков есть тоже источники доходов. Они будут держаться всеми руками и зубами за эти источники доходов. О том, что это правое дело, неправое дело, потому что оно приносит денег. Значит, оно правое. Вот. Дальше. Есть идеология, ну, или учение, или верование. Есть люди, которые провластные, есть люди из оповицы, которые говорят, да нет, это все не так, а должно быть по-другому. Одни борются с другими. Ну, на самом деле, это даже не две силы их, может быть, три, четыре, пять. А верхний уровень, это уровень идеологии. То есть идеологии борются между собой. На данный момент в мире две большие идеологии, это, собственно, капитализм и социализм. Когда ты говорил там, что это не капитализм, не социализм, или, вернее, с элементами капитализма, с элементами социализма. Я над этим размышлял, мы тут общались, я пришел к выводу, что да, действительно, правильно назвать уже там новую, другую формацию, потому что это как бы новая, в 21 веке формация, это не социализм, это не обобществление, как таковое прямое. Но, с другой стороны, это и не капитализм, когда неизыблемость частной собственности. Ну, кстати, чем отличаются формации? Формации, они отличаются взглядами на собственность. Капитализм про то, что частная собственность, ну, и там еще сопряжено еще там свободный рынок, вот, а социализм говорит о том, что распределение по труду, вот, а для того, чтобы правильное распределение было, вклады там по возможностям потребления по труду, если чтобы было правильно, то надо эту собственность полностью все обобществить на средства производства, и причем даже приписывалось, что женщины это тоже средства производства, они же людей производят, поэтому их тоже надо обобществить. Был такой этап, но это быстро там пресекли. Вот. Только на средства производства. Дальше. Когда мы говорим сейчас в 21 веке, то мы сейчас имеем технические возможности обобществить, ну, а-ля, опять же, блокчейн, когда у нас акционерное общество больших средств производства, ну, и самое большое, это рента на ресурсы, да, там, России или там планеты Земля даже, и вот эту ренту мы, как акционеры, можем распределять, да, ну, и вопрос доли там, это, причем доля, это частная собственность, да, незыблемая, никто ее не отберет, но при этом она в коллективной собственности как акционерная. То есть вот этот вот принцип кооперативов, артелей, акционерных обществ, он не требует полностью обобществления, ну, ладно, здесь есть о чем подумать. Так, по поводу силовиков вернусь. Дело в чем? Одни и те же люди, те, кто в определенных жизненных обстоятельствах, они стали очень хорошими бандитами. Они выполняют, они строят структуры, там, сеть агентов, силовики, обучение, тренировки, и они могут составлять там частные армии, их нанимают, и они выполняют функции, полезные функции. Ну, им надо зарабатывать деньги, поэтому они крышуют и, собственно, на этом зарабатывают. Есть с другой стороны, те люди, которые попали в другую сферу, но с тем же психотипом. Они стали учиться, там, получают образование юридическое, вот, тоже занимаются спортом, тренировками, тренировками, тоже бьют дубинками, вот, и получают за это оплату. То есть, в общем-то, принцип, он одинаковый. Это насилие. То есть, там и там основная функция, которую производят силовики, это насилие. Вот. Я, вот, если рассматривать, вот ты говоришь, образование. Образование – это важная вещь, может, ну, с нее надо начинать. Но это метод действий. То есть, ну, я сейчас объясню, когда я начал, да, в самом начале, о том, что ключевым, центральным является собственность. Но про это люди даже особо и думать не будут до тех пор, пока им не объяснят. А это образование. Можно смотреть с другой стороны, там, что у нас есть культурные особенности, и вот сложилась так духовная сфера первичная. Ну, можно сказать, что духовные и образовательные образы – это что-то рядом стоящее. В общем, так или иначе, оно взаимосвязано, но меня сейчас больше интересуют параметры, поэтому я предлагаю там маленько заканчивать, а запомнить на следующий раз вопросы. Собственно, вопросы по голосованию, чтобы еще раз повторить, кто имеет право голоса, какой вес голоса в зависимости от параметров, почему про это говорю, потому что система, она все-таки не то, что мир во всем мире, это я тоже за. Вопрос конкретики, как написать алгоритм в виде программного кода. Как измерить, да, все. Алгоритм. Дальше вопросы, которые вот я там у себя, передачи собственности, то есть имеет ли человек право продать, передать, подарить, передача по наследству, в случае, если наследство передается детям, да, либо родственникам, то должны ли они за это платить налог, и это прогрессивный или, ну, короче, вот этот вопрос, да, параметров. По поводу образования я не знаю, то есть это большая тема, я не знаю, по поводу здравоохранения тоже не знаю, не разбирался. По поводу безопасности я только начал задумываться о том, как это сделать, и мне кажется, что имеет смысл делать, опять же, децентрализованную платформу с единым протоколом, ну, понятно, там, на блокчейне, которое позволит заказывать услуги, то есть фактически мы говорим о том, что образовательные услуги, услуги здравоохранения и услуги безопасны. Можно я парку скажу? По поводу систем безопасности, ну, у меня такая тоже видение, картинка сейчас есть, скажем так, тоже на уровне гипотезы. Первое, то, что во-первых, естественно же тоже, ну, сайт, я не знаю, платформа и так далее, во-первых, система регистрации правонарушения, то есть, допустим, с помощью мобильного телефона можно зарегистрировать там видео, фото, факт правонарушения. Это в базу откладывается, на этот факт можно провести расследование, исследование, к нему могут подключиться N количество людей, там различные доказательства оставляют, то есть, это такое народное, скажем так, следственный и регистрационный комитет правонарушения, на основе которого уже будет приниматься решение, тоже может быть, народом. Раз. Второе, это то, что, вот, как знаешь, деревня, да, в деревне каким образом порядок поддерживается? Тем, что все друг друга знают, и естественным образом у человека вырабатывается, ну, точнее, существует, скажем так, этот сдерживающий внутренний фактор не совершать плохие поступки, потому что все потом о нем будут запомнить и знать, что он, скажем так, какой-то совершил поступок, да, и в связи с тем, что вот эти тенденции глобализации сейчас расширили этот масштаб проживания до таких степеней, что люди, естественно, не могут в своей памяти удержать всех, понятное дело, что там максимум 100 человек можно удержать. И так как не существует вот этого инструмента, скажем так, памяти и вот этого хранения этой кармы за каждым человеком, и поэтому можно легко совершать безнаказанные наступки, поступки, скажем так. И если бы существовал вот этот вот механизм, а он, естественно, может быть существовать при помощи этого как раз блокчейна как раз и системы распознавания лиц, да, и системы идентификации. Когда человек идентифицируется, человек сразу же заносится в базу данных, сразу же эта карма за ним пишется, и это невозможно стереть. и тогда понимание того, что любой поступок его пишется и то, что вся его жизнь будет потом всем известна, естественным образом будет поддерживать этот порядок. Точно так же, как и в деревне. Потому что он будет понимать, что он, скажем так, он будет дорожить своей репутацией, да, и он будет стремиться наоборот совершать хорошие поступки и не будет совершать плохие, потому что он будет понимать, что, скажем так, ему потом тяжелее будет отмыться, скажем так. Ну, все, я закончу. Смотри, я прокомментирую. Я это слышал неоднократно и сам думал так же. Однако, тут есть моменты такие, что в разных группах разное понимание хорошего и плохого. Поэтому то, что это везде записывается, ну и пускай записывается. И оно на поведение будет влиять, то есть как глобальная деревня, да, там каждый про каждого знает. Но самое интересное, оно не играет роли на того, у кого есть сила, у кого есть право силы. Как действует бандит? Ну, в принципе, примеров там особо можно не приводить, но берем деревню. В этой деревне есть главный бизнесмен. Он же бандит. У него есть его армия, да, там, в общем, как у братки, которые, короче, мозгов у них нету, сила есть. Замесят кого угодно. Он ими управляет. А все знают, что он бандит. Он крышует магазин и иногда неугодных отстреливает. Вот. Все это знают и ничего не предпринимает. Потому что он еще и по совместительству депутат. Ну, вот так и живем. Вот. Значит, в этом плане я бы все-таки плясал от услуг и от потребностей. И здесь вопрос, кто платит. Значит, если мы говорим о том, что принятие решений зависит от людей, которые платят налоги и которые, ну, два параметра, и которые, которых другие люди ну, или субъекты оценивают как положительных, то есть у них есть заслуги, то у них большой вес. И эти люди со своим весом, ну, уплаченным, так сказать, они нанимают, то есть это получается некая оплата, да, силовиков, то есть как услугу. И дальше те же самые бандиты или полиция, или милиция, неважно, они исполняют эту услугу, и если эта услуга исполняется некачественно, плохо и так далее, ну, они в следующий раз просто денег не получат. Ну, я чуть-чуть внесу просто мое видение, то, что просто нужно сделать действительно вот правильную систему балансов, чтобы невозможно было вот этим силовым фактором влиять, потому что тогда он будет понимать, что он потеряет больше, скажем так, ресурсов и так далее, влияния. Ну, можно найти, я так думаю, баланс, скажем так, вот этот выровнять. Ну, я к чему это все сказал? О том, что совесть, она не играет роли. Ну, я понимаю, я понимаю, я просто к тому, что именно можно как раз сбалансировать вот то, что силовой фактор, то, что отсутствие совести, либо, например, страх от того, что человек боится, что его побьют эти самые силовики, это можно сбалансировать как раз в алгоритмы работы всей этой системы. то есть, если там где-то смещается центр тяжести, можно его сбалансировать параметрами цифровыми. Ну, такое мы видим. Да, но вот здесь как раз и называется дьявол в деталях, потому что когда мы залазим вот в эти детали, а какой параметром, а сколько там, 0,1 или 0,15, да? Ну, это гипотеза, я же говорю, это все равно так или иначе, в принципе, можно какую-то формулу высчитать, да, так или иначе. Понятное дело, что это сложно и тяжело обсчитать, но если мы этого делать не будем, то мы так и будем, останемся у разбитого корыта. Ну, ты правильно сказал, то, что это вопрос исследования, там, это не один день, а я это провожу, и мы вот этот институт имени Глушкова там цифровой экономики как раз и сделали для того, чтобы сформировать вот эту модель. Понятное дело, что на основании тех знаний, которые уже есть, ну, то есть, зачем делать эти эксперименты, если эти эксперименты сделали уже до нас. Мы просто берем эти данные, исторические все наблюдения и смотрим, что работает, а что не работает. Что работает в одних этих культурах, а в других не работает. И вот я пришел к поводу, что у нас все-таки имперская система, центральная, центрально управляемая, с царем, батюшкой, и это будет сохраняться как минимум несколько поколений, короче, лет 50, вот. И пока так. А по поводу безопасности, мне кажется, что надо в сторону оплаты услуг. То есть, когда сами безопасники получают не от царя, батюшки, довольствие, а непосредственно от предпринимателей и, так сказать, тружеников, то маленько меняется система. Вот. Угу.